Всем привет, с вами Бэтплея, это четвертый подкаст на русском языке команды Bait на ютубе. Мы уже в четвертый раз вас радуем или не радуем новостями, происходящими внутри команды и организации, и вообще новостями в мире доты. Сегодня у нас в гостях в очередной раз человек, который отдувается за всех, потому что сам все это замутил, Данил Дэнди Шутин. Здравствуйте, Данил. Здорово. Всем привет, ребята. Всем привет, ребята. Начну, не буду ходить, как сказали в комментариях, что я не хожу вокруг да около, а сразу в лоб бью. Поэтому, Даня, вот тебе в лоб, так сказать, джеб, хук, что там обычно в лоб летит. Какие новости-то у нас в команде? Что происходит? Вот мы продули последний турнир, как обычно с треском, к сожалению, приходится так говорить. Что у нас за это время изменилось? Куда мы идем? В команде сейчас перестройка. И в данный момент я собираюсь, вернее работаю над закреплением вайнапа. Это, возможно, длительный процесс. Посмотрим, как оно будет, получится, не получится, как получится. Ты обещал тестить всех, на всех позициях. Ты говорил об этом, вроде как. Так и происходит? Мы только начали, поэтому сложно сказать, как оно будет. Окей. Это не такой простой процесс, то есть по щучку пальца. Хорошо. У нас, в прошлый раз я спрашивал о неожиданной пропаже из команды Рената. Так. А сейчас хотел бы спросить о неожиданной пропаже Гостика. Он не играл в последние официальные игры. По-моему, последние шесть игр он не играл. Я это знаю, потому что у нас счет 4.30, а у него 4.24. Соответственно, он не играл в последние шесть матчей. Куда он исчез? Что случилось? Почему так вот произошло? Андрей, после того, как, ну, после Рената Андрей еще с нами сыграл и дальше принял решение тоже, что не хочет больше играть на данный момент до того, как перестроится состав. Но опции не доигрывать турниры у меня не было. Соответственно, приходилось опробовать другие варианты сразу, с лету. И первый вариант, который я нашел, был это Скайларк и Спартан. Два грека. Вообще, на самом деле, удивляют меня наши СМИ. Вот, желтая пресса. СМИ? Так называемая. Да. Три большие буквы СМИ. То есть ты их сейчас применил. Хорошо. Я ошибся, ошибся уже. Критическая первая пошла. В общем, наша желтуха меня удивляет, потому что, ну, с другой стороны, мы находились перед сложным выбором. То есть непонятно было, что до конца делать. То есть мы играли с составом, а с Excalibur, наверное, полным. Где-то недели две получается. Может, чуть больше. Вот. Дальше, когда Ренат отвалился, вот, то есть мы только ESL, ну, по сути, отыграли. Ну, и, в принципе, на ESL мы еще более-менее боролись. То есть у нас там борьба шла, мы были близки к каким-то победам из трех серий, вот, там, где закидывали и так далее. Ну, то есть, ну, очень работа велась, прогресс был, там, и все такое. То есть мы много чему научились, да, с поражениями, да, не выдержали этих поражений, Ренат отвалился, соответственно, ну, и пришлось моментально быстро искать какие-то варианты, да, на замену. То есть, и... Но людям, которым пишут новости, им абсолютно все равно. Вот они пишут команда Dendy, и все. И абсолютно плевать, кто в этой команде находится, я так чувствую, тем, кто пишет. Вот, то есть никакого уважения... Подожди, им же нужно, им нужно забайтить, там, вот, если они напишут команда Lebron, ну, кликов будет, там, 900. Команда Dendy будет 5800 кликов сразу. Хорошо, но, возможно, ну, как бы... Ну, это... Можно же назвать эту команду команда Dendy, да, так можно сделать. То есть, в принципе, к словам можно не придираться. Вот, тем не менее, то есть, в чем суть? В том, что, вот, допустим, Гамбиты снялись с турнира, да, с виплей Пушка, по-моему, они снялись. Вот, и... Когда Ренат отказался, то виплей Пушка оставалась, ну, по-моему, дня полтора-два. Вот, и на Эпике мы уже то ли начали играть, то ли не начали. То у нас после ESL должно было быть два турнира. То есть мы могли, в принципе, тоже или отказаться от этих двух крупных турниров. Вот, но когда Ренат отказался, уже отказываться нам было, ну, некрасиво, как-то неправильно перед турнирными операторами вот просто взять и свалить там сзади, неусловно. Вот, как... Я так посчитал, что... Ну, мы можем попытаться быстро перестроить команду, добрать человека, и, возможно, у нас, ну, начнет сразу получаться. Но этого, конечно же, не произошло. То есть мы там... Вначале просто стендина взяли, там, не помню, кто за нас играл. Вот, потом через пару поражений Андрей, как бы, сказал, что все, сори, ребята. Потом пришлось уже двух других брать. Это у нас два Грека пришло, Skylar, Spartan. Потом Spartan с Леброном и ролями меняли. Потом у нас Леброн пикал. Потом у нас Spartan пикал. Потом у нас Spartan вел игру. Потом у нас вместо Skylar еще приходил другой игрок на оффлайн. Он Мелесм за нас сыграл. То есть у нас за вот эти вот два турнира, которые мы потом играли, неимоверное количество людей переиграло. И, то есть сказать, что у нас был полноценный состав, ну, было сложно. Шла перестройка уже, то есть какая-то, которая не приносила никакого результата, соответственно. Но говорить, что вот там команда проигрывает, вот у команды вустриг, то есть это неправильно, потому что, ну, просто это неправильно. Не, ну это по факту, как сейчас модно говорить. Это по факту, но это по сути бейт. Понимаешь, да? То есть по сути это один большой кликбейт. И с этой желтухи, вот там начинает какой-то киберспорт ру распространять, там за ней сразу подхватывают, оп-оп-оп-оп-оп, и уже даже начали там английские какие-то, ну, иностранные сайты тоже постить. Вот. И, ну, меня лично на это грустно смотреть. Понимаю, что, как бы, имеют полное право, пожалуйста, пусть сделают, но, как бы, жалко, что наши, скажем так, киберспортивные СМИ двигаются в этом направлении. Вот. Это очень грустно. Вот. Для меня. А по факту, ну, как бы, по факту. Правильным, возможно, решением было отказаться, да? То есть от турниров, не играть их. И тогда не было бы никаких у нас устриков. Вот. Но тогда мы, возможно, подвели турнирные операторы в свое время. Поэтому решение было очень непростым. И, как бы, хотели как лучше, получилось плохо. Понятненько. Как тебе греки? Два этих виндизеля и... Очень классные ребята. Очень позитивные, амбициозные, опытные. То есть мне, в принципе, понравились. Я бы еще по первому пункту добавил. По первому вопросу я забыл сказать, что, ну, как бы, люди должны понимать, что если меняется хотя бы один игрок, то это уже абсолютно новая команда. И в этой команде очень, ну, всего, ну, много может измениться моментально. То есть другой пул героев, там, сразу другие стратегии. И эта перестройка, она, ну, не может произойти за день. То есть это вообще невозможно. А когда у тебя каждый день что-то меняется, ну, как бы, то, само собой, результатов... Результат может как быть, так и не быть. Понятно. Ты за все это время уже поработал с разными игроками. Это был твой первый опыт, начиная где-то с ноября, где ты конкретно, вот, конкретно твое. Вот, ты твоя команда. Ты, вот, главный. Какой ты видишь портрет своей команды сейчас по опыту прошедших, там, по прошедших шести месяцев, работа с разными ребятами? Как ты видишь для себя вот именно портрет? Что, какие тебе нужны люди? Как ты их видишь, этих игроков? Могу сказать, что я для себя очень много набрал каких-то знаний, опыта, пересмотрел многие вещи. То есть, я видел какие-то вещи в одном направлении после, там, одного буткемпа. Я уже понял, ага, так делать не стоит, наверное. Давайте попробуем вот так. На другом буткемпе сделал по-другому. Понял, что так тоже не работает. Потом, там, в онлайне еще что-то, еще что-то. И вот так постоянно рабочий процесс я пересматриваю и понимаю, где что нужно сбалансировать, где что добавить. Где-то чего-то перебарщиваю, там, со своей стороны. Где-то, наоборот, не дожимаю. То есть, я однозначно в этом направлении стараюсь развиваться, как получается, как могу. Понимая, что, ну, как бы, непаханный лес, скажем так, можно работать и работать. Один из самых популярных вопросов, по очевидным причинам, это тренер. Какой-то вопрос по тренеру у нас решился, решается, будет решаться. У нас уже определенно долгое время, наверное, весь этот месяц, по-моему, предыдущий, вернее, весь месяц, у нас, с нами находится Митрим. Вот, то есть, он в роли тренера сейчас помогает нам активно, помогал и помогает дальше. Отличемся немножко от команды, потому что, слава богу, наконец-то мы дошли до момента, когда новостей о нас меньше, чем о чем-то другом. И был, вот, наверное, один из таких, несколько было ярких таких в медиаполе приколов, если их так можно выразиться. Первый – это наезд на одну организацию российскую за долги. Там выступали Forza, Hellraiser, Virtus.pro и, забыл, кто четвертый. Forza, Hellraiser, Virtus.pro, Gambit Esports. Там они предъявили, что какие-то там рубль, не рубль, миллион, не миллион, но, в общем, эта организация им должна. Как ты считаешь, как владелец организации теперь уже, такие мулы, кто бы тебе ни был должен, они правильные или нет? Я считаю, что любые договоренности нужно соблюдать. Или хотя бы стараться соблюдать на максимум. Я, честно говоря, не разбирался, не смотрел, даже особо не интересовался тем, что там происходит. Моё мнение, что любые договоренности нужно соблюдать. Если ты не можешь соблюдать договоренности, то плохо. Ну вот ты бы пошел в публичное поле, медийное, если бы твоей организации были должны деньги. Твой, на твой характер. Если не получалось бы решить по-другому, то пошел бы. Понятно. То есть в какой-то степени люди поступили логично, на твой взгляд. Ну если по-другому не получается решить, то как еще решать вопрос? Забивать, что ли? Не знаю, там мало вещей. Типа, ну давай, держи подарок тебе на Новый год. Вот под елку там Дед Мороз пришел. Ладно, это было так, разминочно. Теперь более интересные вещи. Первое, наверное, которое я хотел бы обсудить, это, вот которая ситуация буквально свежак, это Бульдог против Кайла, Кайл против Бульдога. Я изначально не видел Кайла, я так подозреваю, что он что-то на трансляции сказал или еще где-то. Но Бульдог вот выразился, что в Виттере Кайл думает, что если официальную трансляцию смотрит 40 тысяч человек, а мою 8, то организатор теряет 8 тысяч зрителей. Ну там он там расписал потери, не потери. И написал, что Кайл ненавидит меня и Горкцева, если правильно произношу, как будто мы хладнокровные и жадные люди, которые сознательно убивают сцену и которым наплевать. Просто остановись, у Valve была причина для такого решения. И там пошли сразу куча, ну ты о чем речь понимаешь, да, что Бульдог стримил виплей, по-моему, или ESL, что он там стримил виплей, по-моему, отбирал зрителей, спиратил, не спиратил, заработал, не заработал. Дальше там все это, конечно же, влетели медийные личности, там Shadow Vek сразу залетел, что кражи никакой нету, я лично считаю себя помощником студии, благодаря тому, что люди сидят на моем стриме, ваши комментаторы и аналитики не проседают по самооценке, так как все, кто хотят вылить дерьмо, молча уходят ко мне, и все довольны. Ну и там, разумеется, Вилат оппозиционку сразу этому всему выдал, что вы все контент воруете и так далее. Ты как считаешь, вот в этой ситуации, где Valve дали разрешение стримить турниры, не зарабатывая на них, то есть убирая баннеры, и эти стримеры, которые этим разрешением пользуются, а потом их банят или там им претензии, или страки им кидают, или еще что-то? Мне бы хотелось понять причину решения Valve такую, которой они разрешили это делать, то есть в чем реальная причина, потому что я действительно могу увидеть, что если так будет продолжаться, то рано или поздно турниров будет все меньше, меньше, да, условно, то есть турнировым операторам будет сложнее проводить эти турниры, да, условно, потому что они не получают тот выхлоп, на который они рассчитывают, он будет пусть им понижаться, понижаться, и действительно люди воруют, по сути, контент, получается, ну можно сказать, что не воруют, да, они в Dota TV смотрят, но по факту воруют, потому что турниры эти же организовывает кто-то, и рано или поздно мы останемся, или без турниров просто останемся, вот, лично я, то есть в свое время очень старался всегда уважительно относиться к чужому труду, то есть я там, с самого начала там, ну, допустим, у нас раньше была там одна русская студия, да, то есть Вилат там комментировал, с кем-то, с кем-то там, с Каспером и так далее, я всегда старался уважительно к чужому труду там относиться, то есть я мог в свое время включить стрим и просто стримить Dota, и меня бы там огромное количество людей запрыгивало смотреть во время турниров, но я специально не стримил во время турниров вообще, то есть у меня очень часто такое было, когда я просто не включал стрим, думал, ну вот сейчас турниры идут, я не буду у ребят зрителей воровать, там, или включал там специально пост, или выжидал, там, или еще чего-то, ну, в таком стиле, то есть я старался уважительно к этому относиться, сейчас там меня поменьше смотрят, поэтому я там могу включить, условно, пойти в Dota поиграть, ну, и турниры постоянно идут, то есть раньше хоть перерывы были, когда этих турниров не было, сейчас, типа, каждый день можно турнир, 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 то есть один, другой, какие-то игры идут, 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 ну, в онлайне сейчас, вот, перерывов практически нет, все забито в этом плане, вот, тем не менее, поэтому, как бы, к стримерам не перейдешься, что они просто стримят, но когда ты стримишь именно турнир, ну, как бы, я считаю, что это совсем неправильно, вот, то есть ребята этого не понимают, они не понимают, что кто-то, ну, как бы, безумно в это вкладывает, и это, по сути, это рост киберспорта, и мы все в этом заинтересованы, как бы, все игроки, зрители, комментаторы, неважно, стримеры, абсолютно все, то есть чем больше людей будет смотреть трансляции, турнирные игры и так далее, тем больше это все будет развиваться, расти, больше людей будет приходить. Да, разве не проще, вот, правильно, там, может быть, на мой взгляд, Вилат сказал, а не проще ли убрать турниры из ДТТВ? А смысл? Нет, нет, нет. Почему? Если там люди смотрят Player Perspective, там, в онлайне, прям, и так далее, вот, ну, в принципе, можно и убрать, но такая крутая функция, такая крутая функция, где игроки, ну, все зрители могут сами выбирать, за кем смотреть, с какими комментариями, на английском, на русском, там, переключать на какие угодно, там, повтор, смотреть сразу же в клиенте, там, каких-то моментов, Player Perspective, там, с комментариями, ну, короче, круто все это, когда это сделали. Вот сейчас от этого отказываться чисто из-за того, что кто-то другой, ну, начинает стримить турнир. А ты не считаешь, что вулика Бульдога тоже имеет право на существование, когда он говорит, и сколько я его понял, что эти 8000, которые смотрят меня, не смотрели бы вас, они пришли на ваш турнир только потому, что я включил? Вполне вероятно, часть из этих людей действительно. То есть, это не 40 минус 8, а 40 плюс 8, по его логике. Ну, этого знать наверняка никто не может, условно, ну, пусть будет даже, там, меньше процента, да, условно. То есть, не 8 придет в итоге смотреть, а, там, 4 или 3, но это все равно, как бы, так работает. Понятненько, хорошо. То есть, неправы стримеры, подытожим, ты считаешь? Скорее, да, чем нет. Ну, тут, я так понимаю, лагеря разделились, лагеря, лагеря. Да, вот, больше, на самом деле, я же говорю, мне непонятна позиция Valve, чем стримеров. Стримеров, ну, как бы, как их можно позицию не понять? Им добро дали, они стримят. То есть, да, может быть, это, ну, по-человечески неправильно, там, или вообще, там, ну, из любой другой логики, возможно, это неправильно. Но, как бы, право у них, возможность есть. Это, в принципе, нелогично, потому что, если Valve говорит, вы можете стримить турниры, но не зарабатывать на них, то, если ты стримишь, ты уже зарабатываешь, даже у тебя баннеров нет. Ты уже зарабатываешь. Ты зарабатываешь аудиторию, профит. С Twitch тебе что-то платят. Там реклама, наверняка, крутится, Twitch-овская, верно же? Даже если ты баннеры все уберешь. То есть, ты в любом случае зарабатываешь. Это, в принципе, нелогичное правило. Оно, в принципе, не имеет логики. Оно не несет в себе никакой логики. Ты можешь заработать с доната. Тебе может донат прилететь, и ты уже заработал. Получается. Это же абсолютно, ну, на мой взгляд, в принципе, нелогично. Здесь, я думаю, full-full Valve ответственность на этом. Я просто, возможно, Valve знает чего-то, чего не знаем мы. Хорошо. Просто я слышал, что в КСе по-другому. То есть, там, как раз-таки, за это все. То есть, одна компания, а правила разные для Доты и для КСа. Не знаю, почему так. Возможно, стримеров больше любят в Доте. Стримеров именно. Вот. Не знаю. Идем дальше. Правила двух команд на одном турнире. Сейчас пошла там инфа от Noxville. Но уже, я так понимаю, она законфирмлена официально, что две команды от одного, от одной организации выступать не могут на одном турнире. По крайней мере, на ESL, как я понял точно. У нас сейчас играли VP Pro, GVP и играли OG OG Seed. Как ты считаешь? Правильно это или нет? Вот я считаю, что это для конкретно команды, например, любой, в принципе, не должно волновать, сколько будет команд от одной организации. Нужно всех обыграть и выиграть. С точки зрения команды именно по Доте. Вот есть Дотеры, игроки, им должно быть все равно. Но с точки зрения организации, да, это, возможно, неверно, потому что это создает вред конкуренции, когда у тебя одна организация имеет две возможности. И возможности к махинации, которые невозможно никак доказать. Вот, кстати, вот это я не особо верю, потому что как, ну, ты можешь себе представить, чтобы... Абсолютно могу представить. Представь, что с группы выходят две команды. Одна уже 100% вышла, а вторая это, ну, их, соответственно, подкоманда, да, условно. Вот, и они между собой играют. А если обыграют их один коллектив, то вторая не выйдет. А если проиграет им, то выйдут в обе. Ну, именно такая ситуация и была, собственно, в PvP-продежи, но... Таких ситуаций может быть сколько угодно. Ну, это тебе просто такой суперпростой пример, где даже особо не надо. В твоей истории. Ты был в Na'Vi, и у вас была очень сильная команда. Na'Vi US. Вот, очень сильная команда. Ну, это все первоначальные шаги были открыты. Ты можешь себе представить, что к тебе придет Zero и скажет, надо, чтобы вы не проиграли, чтобы она прошла? Ты что сделаешь? Ты что, пойдешь проиграть? Конечно нет, но это не имеет значения. Просто, ну, как бы, сам факт того, что это происходит, это правильно. Ну, как бы, при всем моем уважении к ребятам, то есть к командам, ну, мне их, как бы, да, там, обидно, да, что они не могут там участвовать в каких-то турнирах. Вот, но по отношению вообще к киберспортивному комьюнити, к киберспорту, к будущему, там, к командам, к турнирам, к тому, на какой уровень это все выходит, и что с этим всем происходит, там, со всякими, там, букмекерскими конторами и прочим всем этим делом, конечно, это абсолютно правильное решение. Потому что, возможности для махинаций уйма появляются, и это невозможно никак контролировать, абсолютно никак. Согласен, ты не считаешь, что это сейчас сделать не очень справедливо? Когда уже команды созданы, когда уже в них вложены средства, когда вложены зарплаты, вложены буткемпы, там, не буткемпы, не знаю. Ну, смотри, команды брали, я понял сразу твой вопрос, команды брали все на свой страх и риск изначально, я так понимаю, потому что правило от Valve, оно уже какое-то определенное долгое время существует, что на турнирах от Valve не может быть двух команд от одной организации. Просто это не турниры от Valve, правильно? То есть это обычные турниры. По-моему, это касалось только интернешнл-правила, не только турниров от Valve, только одного. Ну, так как сейчас только и есть интернешнл-турниры от Valve, раньше были еще мажоры и миноры. Да, понятно. О, да, ну вот мажор, я думаю, мажоров это тоже касается. Насчет миноров, не знаю, мне кажется, и миноров тоже касается. Ну, организации сами делали это на свой страх и риск, я считаю. То есть они хотели дополнительного экспожера, они его получили. Как бы, возможно, их все равно все это устраивает, то, что сейчас есть даже с этими отказами. Но при этом страдают и сами игроки, и сами команды. Ну, как бы, коллективы. Хорошо, то есть позиция твоя, в принципе, понятна по этому вопросу. Мы второй состав заводить не будем, и это я уже понял. Ну, последнее, наверное, из такого горяченького, которое очень хочется, чтобы ты дал свое мнение. У нас, возможно, зародился второй Илья, сейф, который нашел в себе смелость и сказал следующее. Если по факту, то у нас просто фрисетка. Это, я так понимаю, про виплей. У нас просто фрисетка, альянс и нип. Мы не считаем вообще эти команды за команды. В альянс вообще С4 драфтит, и он не шарит в мете и пиках, если честно. А это команда, здесь игроки не очень сильные, нип. У них просто хороший капитан Санейка. Это тир-2, тир-3 игроки Европы, которые всю жизнь ими были. Как ты вообще вот на все это? Потому что есть люди, которые защищают подобное. Вот лично я не защищаю. У меня есть свое мнение на этот счет. Я считаю, что здесь есть пять букв. Этика. И к этим пяти буквам еще можно прибавить профессиональная этика. И мне кажется, что такие высказывания из тебя профессионалы не делают совсем. И даже если ты сказал по факту. То есть вот сейчас мы живем в мире, где по факту сильнее, чем этика. Вот как ты считаешь, вот это достойно? Это правильно? Это можно себе позволить, даже если ты побеждаешь? То есть они хорошо играют. А эта команда хорошо играет. Очень. И допустил бы ты, допустил бы, допустил бы, допустил бы, блин, допустил ли бы, допустил бы ли ты, как правильно, да неважно, ты это в своей команде. Ты знаешь, простой ответ, ребята молодые, не хватает у них каких-то социальных навыков однозначно. Писать такую ересь, ну как бы, ты сам себе изначально роешь яму под собой, потому что люди тебя будут потом очень не любить за это, постоянно тебя вспоминать. То есть это просто ошибки, о которых потом человек, скорее всего, будет жалеть. Однозначно себе там много позволять в такие моменты не стоит. Знаешь, среди дотеров вот есть огромное количество людей, которых, допустим, я уважаю, да? Ну и вообще есть взаимоуважение между дотерами. То есть потому что каждый понимает, профессиональными, да, условно, которые играют долгое время, там, или недолгое время, неважно, но каждый понимает, сколько сил, усилий, труда нужно вкладывать, чтобы добиваться какого-то успеха. Или вообще чего-либо добиваться. То есть это неимоверный труд, на самом деле. То есть это ты сидишь и реально вкладываешься по максимуму все свое время вообще. То есть абсолютно все свое время ты вкладываешь, чтобы чего-то добиваться. Поэтому среди дотеров есть самоуважение. Ну, взаимоуважение, прошу самоуважения. Прошу прощения. Вот. И есть люди, к которым ты, как бы, очень хорошо относишься. И большинство таких, то есть ты понимаешь, вот, там, такой человек классно играет, там, туда-сюда. И ты просто, как бы, не сможешь сказать плохо, даже если он будет плохо играть. Ты не сможешь о нем плохо сказать, потому что ты понимаешь, сколько сил он вкладывает, усилий, труда и так далее. Это действительно, ну, просто, не знаю, неправильно. Вот. Ребята, я думаю, еще просто не выросли, чтобы до того уровня, чтобы у них появилось вот это вот взаимоуважение с другими людьми. Вот. То есть они от себя отворачивают не только, там, зрителей, но и про сцену такими высказываниями во многом. Неизвестно, как у них, там, в будущем пойдут дела. Неизвестно, что у них будет вообще происходить. Может, они выстрелили вообще на один турнир. То есть это же все всегда под вопросом. Возможно, у них пойдет спад, возможно, опять будет какой-то подъем. Неважно. Как раз эта команда, я не знаю, они слишком много себе позволяют. Они, там, паузят во время игр, типуют постоянно, там, насмешки какие-то. Он, там, DM себе вообще в интервью какой-то сарказм, там, позволял в мою сторону делать. Я считаю, что им бы стоило задуматься над своим поведением, пока это не привело к большим последствиям. Леброн тоже типает всех. Не, ну, ты знаешь, там, ладно, типы типами, но когда ты паузишь, типа, делая вид, что, там, у тебя технический ищу, знаешь, а на самом деле ты, там, запаузил после килла, там, или что-нибудь такое, то это уже, как бы, переходит границы дозволенного. Ну, понятно, что ты это никак не докажешь, условно, но, типа, тем не менее. Програки, типа, шарят, да? Ну, конечно, как бы, все это, все все понимают сразу, то есть, просто ребята в силу своего возраста делают глупые поступки, то есть, игроки они хорошие. Игроки хорошие, поиграют очень хорошо, и команда очень хорошо выступает, на удивление, сильнее даже СОП основного состава, но, по крайней мере, в данный конкретный период времени. Со временем, как бы, они однозначно, ну, как бы, наберутся и в этой сфере каких-то, там, скиллов, навыков, да, там, социализируются и начнут себя вести намного лучше, да, но просто те поступки, которые сейчас могут наделать, они могут очень сильно потом пожалеть. То есть, условно, вот, ССС сказал, но ему уже backfire летит, все. Примеров, примеров полно. Хорошо, тем не менее, они добрались до финала, в самой крупной лиге, сейчас, которая была. Да, они большие молодцы. И сыграли они с Team Secret, где очередной раз Пупей забрал турнир себе. Вот, Даня, лучше, чем ты, никто не ответит на этот вопрос. В чем феномен Пупея? Вот, ты его знаешь очень хорошо, ну, как, наверное, хорошо знаешь, я уверен. Что в нем такого, что держат его на плаву со старта дота и по сей день на таком хорошем уровне, на высочайшем? И он каждый сезон один из лучших в доте, и его команда всегда одна из лучших в доте вообще. Если не лучших, вот как он, в чем его сила, брат? Делал правильные выборы по карьере, правильные шаги. Как говорил Хвост, Саша Хвост в свое время, он король мира. Вот, Пупей. На самом деле, он просто, ну, хорошо играет, очень хорошо разбирается в доте, так как он знания черпает на протяжении сколько уже, 15 лет где-то. Вот, и хорошо распоряжается этими знаниями, и к нему есть огромный кредит доверия у его тиммейтов, и тиммейты, которые он собирает, как бы, всегда очень сильны. Вот, ну, или он их быстро очень раскрывает. Как он это делает, тут уже вопрос, надо к нему задавать. Да, он говорит, fight me, начинает драку. А ты когда-нибудь общался с Пупеем, просил ли его хоть какого-то совета? Да, но не, ну, смотря в каком направлении. Да, было такое. Ну и хорошо, надеюсь, он тебе что-то дельное посоветовал, когда-нибудь это тебе пригодится. Однозначно, я сто процентов дельное, и вот. Я сейчас посоветую. Ладно, шутки шутками, реально, все будет, всему свое время. Конечно, все будет. Как это, как говорит моя мама, ни один потраченный труд не проходит напрасно. Будем закругляться на Пупея, так сказать, сейчас. Про Короля Мира мы сказали, а про Короля Мида шо-нисово, что ли? Блин, ну здесь же нету ГПК. Забыл, сори. Здесь нет ГПК. Да, нет, нет, и шутки. ГПК пока нигде нет. Шутим. Данил Скутин. Своровал мне это. Блин, он рожден, он рожден, чтобы быть твоим подаваном. Данил Скутин. Ну, ептать. Тут же слишком много. Замиксовали. Нет, он рожден, побеждать, понял, нет? Понял, понял. Посоветую людям что-нибудь посмотреть, интересно, для общего развития. Ребята, на стриме уже советовал. Советую теперь на подкасте. Смотрю на Нетфликсе сейчас документалку про Chicago Bulls и Майква Джордана и так далее. Называется The Last Dance. Последний танец. Очень советую. Мне очень нравится. Она очень круто описывает все тонкости, сложности и процессы организации и команд и игроков всего в целом. Ни одна серия, там 8 серий, они еще продолжают выходить. То есть я не знаю, сколько там всего их будет. Вот, я смотрел, прям оторваться не мог. Мне очень нравится. Отлично. Значит, я, кстати, не смотрел. Тоже, наверное, пойду. Хотя я баскетбол не очень люблю. Я думаю, там не суть в игре, как вот в какой-то истории. Ты знаешь, что это ведь реальная история. То есть это не придумано все, что там. И это прям... Баскетбол это такая игра, это такая игра, которую ты больше, мне кажется, любишь играть, чем смотреть. Это как вот... Вот в футбол лучше смотреть, чем играть, на мой взгляд. Я не совсем согласен с тобой. Не знаю. Смотреть, по-моему, баскетбол офигенно. Если играют, очень круто. Тогда очень интересно. Она немножко монотонная игра просто. Ну, хотя, не знаю. Может быть, я слишком придирчивый. На вкус и цвет, как говорится. Будем закругляться. Большое спасибо, что в очередной раз прожали кнопочку послушать нас, так сказать, откуда мы вещаем с тобой. Давай эпитет придумаем, откуда мы вещаем. Ну, из помойки не хочется говорить просто. Из погреба. Из погреба. Из погреба вещаем. Спасибо, что заглянули в наш погреб. Спасибо всем, кто топит за нас. И в сложные времена в том числе. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает. Мне столько приходит реально позитивного. Вы себе не представляете, насколько это мотивирует, радует. То есть, огромное количество поддерживают. Вот прям нереально. Причем активизируются люди. Все больше и больше пишут. Это очень круто. Да, и хейтеры тоже есть, конечно, там на стриме приходят, что-то пишут. Но я уверен, что те, кто хейтят, это скрытые фаны. Скрытые фаны. То есть, они же тоже следят, смотрят, интересуются, пишут что-то. То есть, им тоже не безразлично. То есть, им тоже очень интересно. Это тоже круто. Ребята, вам тоже огромное спасибо за то, что следите, поддерживаете. Пусть даже негативом поддерживаете. Всем спасибо.